Слава и благодарение во веки веков. Аминь. Когда же шли они возвестить ученикам его, Исей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. Исей Иисус, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его. Тогда мы спали. И когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня, что Христос не воскрес. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Господи Боже наш. Благодарю тебя, что ты благословилась прийти в это место, ущелье тьмы и мрака, дабы пролился твой свет евангельский, это место. Ибо множество людей собрались здесь, не имея высокой цели и склонны к прерубодеянию, злословию, пьянству, табакокурению, наркомании. Избавив от этого зла, люди скрывают свое лицо, боясь появиться на свет. Иные раздетые совокупляются, творят блуд, показывают свои половые органы. Содом и Гаморра устроились здесь. Коснись их, Господи, просвети. Откроем истину, что за все это грозит вечная смерть и мука с сатаной в озере Огненном. Как сказал наш Господь Иисус Христос. Помилуй нас, Боже, помилуй. Мы умоляем тебя, Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Да познай Твою божественную любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Да бы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, благослови правителей, наведи страх Твой на них. Да бы знали они, что над ними Ты есть царь, царей и Господь господствующих. Да бы издавали мудрые законы. Позволь людям достойно жить, да бы было еще уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И через них сотвори благое. И даруй, Господи, мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, спаси и помилуй детей Сирии. Какие бедствия они терпят там. И нам укажи на нуждающихся. Господи, помоги нам, Господи, и укрепи Тебе, Боже, слава, Тебе, хвала, Тебе, честь и поклонение за все Твои милости. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславясь и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. У вас какие-то вопросы есть, может быть? Большое дело делать. Давайте, говорите. Ты православный? Да, мы православные. Мы строим с нуля православную деревню. Одна такая, Алтайский край, город Барнаул. 150 километров от Барнаула. Где поселиться может кто-то докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. У вас сколько в этом беде или много? Ну, я немного. А много как может быть? Я в краевой администрации сказал, какие правила. Там регистрация прошла, потому что мы с законом оснований. Они говорят, так у нас ни одного такого нет. Статистика врет. Женщины, говорят, курят. Мужчины все матерятся. Не, ну это каждый приходит сам к Богу. Ну, понятно, понятно. Это не просто пришел и стоять. Это жизнь должна быть такая. Да, и заставить ты не сможешь, например. Ну, конечно. Пойти здесь и молиться, ощущаться. Потому что столько сект разных расплодилось. А там еще не надо. У нас сейчас вот масляная неделя, дальше 7 недель поста. По православному. Вот. А сегодня еще ни поста, ни креста. Ничего нету. Каждый себя образует. Он недавно меня тут посетил один из Америки тут с фермером. Вот. И он говорит, у них в Америке 20 тысяч разных сект. Я считал про это. Но 20 тысяч, это же много. А Библия одна. Никому не подчиняются. А у нас патриарх, метрополит, сенот. Все должно быть как основано. У нас очень хороший митрополит на Алтае. Сергий его звать. Иванников. Как отец? Вы очищаетесь? Как вот? Через молитву очищают? У нас очищают. Да, молитву, потом покаяние, исповедь, причащение, литургия идет. Ну, как у православных. Потому что у сектантов, у мусульман, у них этого нету. Кто отпускал бы грехи? А наши священники этим правом наделено от апостолов. Через рукоположение дошли. Ну, у нас же, смотри, у мусульман есть такое священное место, это Макикама. Ну, Мекка есть, Медина у них есть, да. Ну, пускай мы не мусульманство проповедуем, а Христово воскресение. А они в это не верят. Для них он только пророк, Иса. Да, Иса. Это не наш Иса. Наш Иисус распят был, воскрес. Это другой совсем. Другой. К нам это не? Нет, по-моему, субанцы распяли Иуду вообще. Он принял Иуда, Иисуса Христа, и страдал. То есть Бог не мог допустить, чтобы Иса принял руки такие. Ну, как не допустить? Он спас людей этим страданиями. Все бараны в Ветхом Завете на это указывали. Бог не дал. Он как раз для этого и пришел. И Он, говорит, возложил на Него грехи всех людей. Пророк Иса, говорил, за 700 лет еще. По-человечески рассуждать, да, еще Он. Господь, говорит, Он мог 12 легионов ангелов вызвать. А легион это 100 тысяч. Когда один ангел махнул около Иерусалима, войска были 185 тысяч мертвые лежат. Это другая сила. Но Он для этого и пришел. Когда мы смотрим картину в Третьяковской галерее, там явление Христа народа Иванова. Там на холме идет Христос, а тут крестит Иоанн Креститель. Он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Грех мира берет. Это мой грех. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Всякий это я, Игнатий Лапкин. Я. Вы себя поставьте там. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страдая на кресте, меня Он искупил. Он взял вину на себя. А почему тогда попы причащаются вином? Почему? А это не вино. Причащаются не вином. А это уже превратилось в кровь во время служения. Незримо. А видим вино. А это почему попы? Это все выходят с чаши, все причащаются, кто достоин. Не они. Иисус Христос же, они вино не пили, они же евреи. Он был обрезанный. Да, правильно, правильно. Был обрезан. И все. Свинину они не едят. Почему русские тогда свинину не едят? Ну а дальше-то, дальше-то что обрезан? Мы узнали. Обрезан. Притом откуда бы взял, кто взял? Это еврейское обрезание от Авраама. Откуда взяли-то? Ну они евреи были, оттуда пошло. Оттуда пошло. У нас Авраама, у них Ибрагим. Для того времени Иисус Христос пришел для того времени. Да, Он пришел для того, чтобы умереть. Исполнил волю. А потом дали-то, Он крестился. Дальше-то, почему они не делают это? Дальше Он принял крещение, и в конце написано, и посал учеников, и говорит, идите проповедуйте Евангелие. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, спасен будет. Что это вычеркивать все надо? Он умер. А почему тогда последний пророк пришел, Мухаммад тогда? Да, последний будет Илья, Илья придет с Инохом. Они этого не знают. Это они сказали, все, отмахнули, через 600 лет пришли, ни одного слова не приняли. Он откуда взял-то? Он был купец, любознательный, а рядом жили еретики. Оттуда все взято-то, за раз 300. Христос умер за грехи людей-то. Я вот мы, у меня миссионерская поездка была, мы, братья, проехали. У меня из печати вышло там 38 томов книг, но я решил подарить их библиотеке мира. Мы из Барнаула доехали до Владивостока. Потом забросили границы, 4,5 тонны книг, и проехали до Лиссабона. Шесть мусульманских республик. В Баку ночевали в доме у Муллы. У нас с давнейшей женой знакомство, она преподаватель, очень грамотные люди. И у нас ролик снят, вы можете зарядить. Игнатий Лапкин, Баку, дом Муллы. Посмотреть, какая идет беседа. Я избрал темой послания к криминам, 6,23. Водами все умирают. Дальше. Дальше за грех. Какая смерть? Возмездие за грех смерть. Они согласились. Да, так. Ну, а дальше-то как избавиться? Запятая дальше-то оторвали. А написано, и дар Божий жизнь во Христе Иисусе. Возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Это вы предложение отрываете? Или что, все не было? По имени Отца и Сына и Святого Духа. Да. Как вот Иисус Христос Сын Бога. Он пророк. Как и пророки были. Саламон приходил пророк. Это не так. Это пророк и Сын Божий единородный. Не может он быть Сыном Богом. Не может. Как запросто. Как он может быть Сыном? Понятно. Понятно, что веры нет. Он не может быть. Безбожники не могут понять, что Бог все сотворил. Это обезьяны. А что ему докажешь, что он обезьяна? Нет, Бог сотворил за сколько дней землю. Ну, хорошо. Вы, если это верите, в это, что говорю на Ветхом Завете, так тогда и верьте то, что написано в Моисея. Он говорит, из вас самих восставит Господь пророка, как меня. Его слушайте. И Христос пришел. Да, он пророк по человечеству, но он Бога человек. А другие это его не признают. Все остальное это обман. У нас написано... Везде упоминается, что Иисус Христос это пророк. Нет, он Бог. Он говорит, я и Отец одно. Написано. Вот первая глава Евангелия от Иоанна. Вначале было слово с большой буквы. Слово было у Бога и слово было Бог. Что тут непонятно-то? Это Троица. У них никакого понятия нет об этом. Поэтому такое приземленное учение-то. Что, что у нас даже мыслить нельзя, а у них это все дозволяется. Четыре жены. А у нас, если с другой женой имея дело, прелюбодей, его от церкви отлучают. Что сравнивать-то? У нас Господь говорит, если кто посмотрит на женщину с вожделением, вот как здесь на рулетке, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Уже. И дальше, кто ненавидит брата, есть человека, убийца. Не трогал. Там далеко за тысячи километров просто ненависть кипит. Уже убийца. А тут подряд взрывы. Это не во всех религиях так. Это все религии не убий, не украфии. Ну, а Беслан, ребятишек, кто расстрелял? Везде. А кто? А ты уверен, что они мусульмане? Да я там был. Их не надо ве... Что там доказывать тоже? Ну и что? Это просто бандиты. А у русских что, бандитов нету, что ли? Что, Шамиля Басаева не было? Хаттаба не было? Джохара Дудаева не было? Ну, что бы, совсем-то уж. Ну, это-то все знают. А дальше, Буденовский, кто захватил больницу? Кто расстреливал? Кто здесь взорвал Волгодонский? Кто в Москве... Сколько детей в Чечне положили? Города сравнялись с землей. Но другое... Да, да. Это так. Ну, здесь-то в Англии взрывы, в Испании взрывы, в Германии, во Франции. Кто гексоген? У кого? Ну, у тех, которые исповедуют, что можно... Ни одного христианина, ни одного буддиста там не было. Но это нельзя отрицать. Тем более, ИГИЛ все взял на себя. А если разбирать по... Вот я разбирал Коран, у меня книга написана полностью, по сурам и аятам, в сравнении с Библией. Это целая книга. Я когда беседую с мулами, они... Там, говорят, наши имамы столько не знают, сколько вы знаете. Я за 1300 лет поместил все, что о них сказано. Много у меня ушло времени, конечно. Я могу сказать, сколько даже букв, в каком издании, сколько и когда, какой толкователь был, какой хадис, как издавали. Что значит шариат? Откуда он взялся? Чтобы говорить об этом, надо знать историю. А история очень простая. Разрешено убивать. Вот сейчас берут интервью мальчишка 16 лет. У тебя где отец? Ну, он шахид был. Ну, шахид был. Что-то, ну, самоубийцы. Я тоже хочу быть таким же. Он 16 лет. У меня, говорит, братишка маленький хочет быть шахидом. Дальше. А мать? Мать одна. Ну, если к ней будет ходить другой мужчина? За рыжу. Его спрашивают. Ну, у тебя сестра есть? Она говорит, есть. Сколько лет ей? 15. А если она с чужим там, юношей встречается, он маленько подумал. Сестренку-то сильно любит. И за рыжу. Я не осуждаю. Я говорю так, как есть. То есть, они очень строгие в этом вопросе. Ну, это разная ступень. У нас молитесь за врагов ваших. Любите врагов ваших. Враг голоден. Накорми его. Я вот вернулся, когда из заключения, я как политзаключенный, 5 тюрем прошел. И сотрудничал с местной тюрьмой. 3700 человек. Если в камере есть мусульмане, я в первую очередь им стараюсь помочь. Почему? Другая обстановка, другая пища, другие люди. Им тяжело. Чтобы он не отчаялся, на себя руки не наложил. Видите, у нас совершенно другой подход. Да, конечно, меня это не касается. Мусульман большой грех суицид. Как говорите? Повторите. У мусульман большой грех, тоже как и у русских, у православных. Большой грех считается суицид. Да, 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 да. Да, да. Я вот рассказываю такой случай. Смотрите, я говорю. Мы строим деревню. Это бывшая наша деревня. 20 лет ее не было. Уничтожено 21 тысяча деревень. Мы получили статус. Начальник снурял. С лопаты. Корову купили. А теперь у нас все. Там интернет есть, и школа. Все за свой счет. Столбы ставят. Все за свой счет. Дорогу делать за свой счет. Я начальник детского лагеря. Создатель его. 45 лет. Ни рубля мне государство не помогло. Ни рубля. Тысячи детей поднял. У меня и мусульмане, и какие-то баптисты. Мы никого... Как ты... Он так молимся. Молись так. Главное ребенку дать подняться. Окончается к осени. Все одинаково молятся. Притом ни одного не заставляем. Он видит. Какая любовь к ним. Учу на лошадях ездить. Доить корову на лодках. Плавать по деревьям лазить. Я прошел много. И могу им показать это. У нас воспитания нет. Это семья должна воспитывать. А не детские дома вот эти. Да. Дома. Лето. Лето. Я говорю лето. Лето. Не могут воспитывать. И не воспитывает. 11 лет приехал уже наркоман. А поехал он и забыл про наркотики. У меня приезжает не кто-то. Директор Кэстонского института из Лондона. Услышали. В течение одного месяца полностью меняется. Как так? Молитва. Мы молимся. Брат у меня священник. А встаем мы в 5 утра. Когда нужен урок астрономии. Ночью поднимутся дети. Пройдем по полю. Послушает как крещит совенок. Шелестит пшеница. Он должен быть хозяином земли. Как мы учили. Так откуда только они приезжали. Профессора там учились. А депутаты учились. Смотрели. И мы делали для Бога. Для Бога. Я дальше говорю. Вот послушайте. А там старые сады заброшены. Малина. Ну вообразите. Я вам просто картину рисую. Какая она есть. Ну я маленько отдалился от всех. Старая малина-то. А перед этим только приезжала милиция. У нас там все искали. Там где-то нехорошее дело было сделано-то. И говорят. Бежал один. Он полагает, что раненый был. Ну где-то в этой местности. Сюда. Я говорю. Ну у нас никого не было тут. Мы отдельно в степи. Я маленько шагу вперед. Гляжу. Лежит человек. Я подошел поближе. Раненый. Так это тот, которого ищут. Я заговорил с ним. А он оружие в руке держит. На спине лежит. Я говорю. Сильно болит-то? Болит. Я говорю. Ты меня можешь не убивать. Я христианин. Но я тебе не могу помочь сейчас. Нужно, чтобы маленько стемнялось. Чтобы меня не видели, когда я приду. Я постараюсь лекарства, перевязку принести. Я соображаю здесь. Ну и питание и прочее. Не шевелись. А куда раненый его? Вот слушайте дальше. Я говорю. У меня миссионерская поездка. До этого мы двояли в Владивостоке с Барнаула. А теперь я проеду до Лиссабона. И мы едем в Чечню. А он еще ищет. Там Мартанг какой-то район. Деревню называют. А я-то тоже знаю. Я говорю. Мы туда едем. У меня хорошее отношение с Рамзаном Кадыровым. Я говорю. Мы туда едем. Но я могу вас скрыть. У меня много ящиков будет с книгами. И мы доедем. А нас всего трое. С собой собака. Чемпион России. И мы доедем до туда. Но только дай мне слово. Что ты больше воевать не будешь. Такие как мы. Вот мы. Такие православные. Мы в руки оружия не берем. Нас за это свои преследуют. Ты согласен? Он кое-как сказал. Ну потерпи маленько. Тут еще часа три. И я подойду к тебе. Дальше все будет так как есть. Он совсем выздоровел. Он не может поверить. Что такое ему здесь. Теперь за коробками лежи. Вечерами мы заезжаем в лес. Ночуем где-то в лесополосах. Ты выйдешь. Никто тебя знать не будет. Мы все трое оповещенные. Как тебя родители встретят? Да он тут так-то. Жена есть. И жена есть. Скажется. Три ребенка. Ну представь себе. Маленько-то как-то. Тоже вы что сделали? Там же люди погибли. Ну да. Ну ладно. Я же не судья тебе. Я христианин. Да я понял. Вот мы молимся. Ты можешь отдельно молиться. Вот мы остановились в лесополосе. Да почему же отдельно-то? Я могу молиться. Он на колени встанет. Он не христианин. Он молится. Но его уже касается Господь. Я говорю. Ты останешься вместе с своим муслимом. Делай свое дело. Мы никого не агитируем. Мы только говорим. Вот у нас Евангелие. А у вас другая книга. Я даже не называю, чтобы вас не смущать. Какая встреча с родителями. Я теперь своим, когда говорю, да свои-то, а предатель, ты там помогаешь боевикам. Я говорю, ну подождите, ну никаких. Понимаете, мы другие. Почему? Меня Господь встретил и изменил. Когда мне было 23 года. Я 56 лет иду этим путем. Иду для Бога все делаю. Для Христа моего, который умер за меня. Понятно? Я говорю, а ты бы стал делать так? Не знаю. Но если бы знал, что вот такой-то военный там пришел к вам в Чечню. Ну и что они там делали-то? Сравняли, говорится, с землей. Но? Ну я говорю, я тебя не заставляю. Я просто даю момент задуматься. Что Христос делает? Христос меня другим сделал. Вот у вас какая была, ну нехорошее слово такое есть, мечта. Это нехорошее слово. Я говорю, ты молодой-то, и был же когда-то. Кем ты хотел быть-то? Ну я тогда учился-то по тому времени. Я говорю, я с детских лет хотел быть террористом. Если бы я не обратился к Богу, я бы к Джохару Дудаеву, к Шамиле ушел. Коммунистам отомстить, что они сделали с моей родиной. Я рос с этим, неправильной тренировкой. У меня ружья везде понатолканы, на коне и прочее. Я служу в армии, а в мыслях это держу. Изучаю разные языки. И Господь мне показал, тебя будут гнать, ты будешь убиваем, тебя будут гнобить. У меня руки все выкручено, у меня в морозилке морили только 13 дней. Это Господь сделал. Он меня сделал другим. Христос мой умер за меня. И я стал другим. А работал в это время отлично здоровье на корабле, служил в морплоте, в ракетных частях потом. Бог все изменил. Я изучаю разные языки. Когда обратился, я на семи языках занимался. Я понял, пустое, не надо. Мне нужно знать путь Божий. Я благодарю Бога моего. Меня уговаривать не надо было. Евангелие в руки попало. Я просчитал там полчаса и встал на колени. Мне сказали, проси, чего хочешь. Я своими словами не молился. Я с детства молился, в религиозной старообрядческой семье родился. А Евангелия-то не было. И я подумал, а чего у меня нету? Веры у меня нету. И я стал молиться. И вот бывает, когда человек несет что-то, тяжелый рюкзак, когда снимет его, даже еще наклоняешься. У меня на молитве такое состояние, как будто с меня кто-то обрезал лямки. И как будто голо. Не было ничего, как я сказал, верю. И как эхо пошло, верю, 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 верю. И в этот же вечер я на корабль вернулся. Там лоцманский катерок ходит. Первый человек, который матрос поднимал, я ему сразу говорю, мы живем неправильно. Совершенно неправильно. Жить надо для Бога. У меня характеристики отличные. Сразу характеристика плохая. По религиозному болоту я борожу. Сразу дали знать, если ты думаешь учиться дальше в морском училище, то брось эту дурь. Мне пришлось все забрать и уйти. Я многое положил туда. А то беда какая-то заставили. Какая беда? Я здоровый, крепкий, сильный, деньги при мне. Женщин я не знал, потому что с детством верил-то. Не воровал, ни одного слова по сей день матерчины не сказал. Бог, мой Иисус меня сделал другим. Я был не где-то, а среди мусульман в тюрьме. Город Жанатас, Жамбульской области, Казахской ССР. Меня специально отослали туда. А я сразу начинаю язык изучать того народа, где нахожусь. Ко мне отношение было другое. Начальник политотдела, Казах, мусульманин. И он отнесся ко мне, как к брату родному. Бороду нельзя трогать. Но тут, говорит, ничего не можем. Говорит, у нас устав. Расстелили простынь. Очищение стрижет, и руки трясутся. А меня Аллах накажет. Я говорю, ну ты-то не виноват, тебя заставили. Я бороду собрал с простыни. У меня две бороды. Одна в конверте, другая на мне. И когда случится к миссии, а письма идут из ООН, из Японии, за меня. Я как политзаключенный, за веру. И мне начальник этот политотдела, я не знаю, Кудеринов или Кудеяров, он вызовет и говорит, а что вам нужно? Я говорю, побыть одного молиться. Он меня запрет в кабинете. А я зэк. И я там молюсь. У меня самые хорошие воспоминания о том, с кем я там встречался. Какие были люди. Они меня берегли. Подошел один и говорит, вот ты видел, приезжал тут какой-то гражданский ходил. Это военный, подполковник был из Джамбула. Он сказал, этого человека не трогать. И Бог меня спас.